Мы едем к подруге ВОЗ, начинает мутировать. И вот он в одном организме смутировал. И вот эти все 50 мутаций новых, которые он на себя на шипы нацеплял, они все есть в каждом гриппе. И А, и Б, и С, и Е, и Дельта, и так далее нашли. И вот в понедельник ВОЗ, они собрали совещание всех представителей со всех стран, и потом в понедельник они выдадут уже окончательный результат вот именно по этому вирусу. Значит, он, болит голова и сильная усталость. Все. На легкие он не дает осложнений, никакого кашля, никакой температуры высокой, 37,2. Вот такая. Но страшная усталость в организме. Так что, говорит, не паникуйте, потому что, говорит, это паника, говорит, еще хуже всего. Хорошо, Валентина. Я когда-то ее показывала, мы ездили два года назад тому в Москву, и у нас там было видео и фотография даже. А это мы пришли первый раз, Валентина, а я уже не первый раз. Любочка. Любе, которая переехала с Крыма. С Крыма два года тому назад. Купила себе квартиру. Идеальную, скажи. Так, заходи руки быть. Идеальную квартиру. Сейчас вам покажу, какая на Мытнице может быть идеальная квартира. Ну, одна комната. Так. Так, девочки, я вот вам полотенечко положила, родные. Да, хорошо. Валюш, это у нее такая кухня. Она купила ее вместе с этой, с мебелью. У нее все. Пока она не видит. Сейчас покажу. У нее все идеально. У меня такого идеального порядка не было и не будет никогда. Смотрите. Это она мне как пример для подражания. Вот она нам готовит еду. Слушай, а вода кипит. Люба, вода кипит. Отлично, отлично. Вареники с квашеной капустой. Пюрешка к грибным котлетам. Слушай, пусть это все таки будет. Я же три дня не ела. Я заплатила за ней дорого, но она того стоит. Какое у тебя гарное платье? Когда-то и я такое носила. Я померила, смотрю, я в него вошла. А что я не вылезла? Влезла, влезла, любите. Не, не, влезла, вошла. Влезла, вошла. Нормально. Как говорят, кто бы нас и пофалил. Смотрите. Лешка, но я люблю женщин хвалить. Ну да. Так, сейчас свет. А где свет включается? Может кто-то до сих пор смотрит нас? Так. Слушай, я вот это первый раз вижу твой потолок. Честное слово. Даже он еще вот такой. А ну. Вот такой шоколадный. Нет, нет, я имела в виду, что три подсветки там. Этот, как его. Так, теперь я вам включаю музыку. Да. Крымскую. Крымскую. Та-та. Садись, оночка. Садись. Я люблю. Вот так. Вот так, да. Ну, походи. Это Вероника, которая живет во Франции. Как лучше. Когда мы бачили с летом, а сейчас даже не такой болью я ощущаю в твоем этом. Ну ладно, это чисто моя дочка меня за это ругает. А ты похудела, слушай. Здрасте. Здрасте. Килограмма и топаный моем. Ты помнишь меня от сись, а потом сразу. Так, ты чтоб я снимаю. Ну ты же, ты же видишь, что я снимаю. Ну я расскажу. Это же чисто для женщин видео. Да, я расскажу, что я делаю. Не ест 16 часов. Не, не, не ем все. Много ем. Ну да, много ем. А то я, наоборот, стала кушать. Много? Ну только есть и надо по 200 грамм. По 200 грамм каждые 2 часа. Через 2 часа. Ну, слушай, Люба, не зря я тебе зубную пасту принесла. Вот это, видите, только у нее. Вот эта труба дымит. И у нее здесь сильно жарко. Видите, какой вид. Ну сейчас не, ну правда зеленее трава. Снег был. С утра растаял деревья. Здесь летом, конечно, красиво. И там с правой стороны, с той стороны. Ну, этот, Днепр. Ричпорт, Днепр. Ну так все, как бы сделано. Это все уже был ремонт. Был ремонт. Такая тяжелущая. Ну, она такая, молодец. Ее все имеет свое место. Все просто идеально. Были цветы, но они пропали, потому что летом здесь ужасная жара. А зимой, а зимой тоже топят хорошо. Так, ладно. У нее здесь в шкафу очень много красивой модной одежды. Она ее часто меняет. Это женщина, с которой нам, женщинам, нужно брать пример. Она говорит, я раздаю, отдаю, меняю, и мне приходит другая. Другая. Другая вещь. В общем, она же еще нас и ждала. А накануне, дней пять назад, уехала дочь, тоже была во Франции. Так что у нее здесь. Мало того, что все красиво еще здесь. Все идеально. Идеально чисто. Из хатлового ничего. Победать, победать. А победать у меня всегда есть чего. А вот еще у нее, смотрите, какой холодильник шикарный. Приятно, когда кто-то приготовит, да? Ой, не говори. Слышит, почувствует себя. Да. То есть, а? Поэтому надо в кафе корматься. Ой, ты знаешь, я как отворировалась с пиццей здесь, в Черкассе. Я приснила. Да. Я говорю, вот у моей Людки тоже трехкомнатная. Какая квартира? Мама родная. А здесь, здесь? Да, конечно. Какие стены, какие шторы. Какой вот так вот все сделано, вот так вот качественно, как вот тут. Так и у нее. Ну, тут делали специальные мастера. Мастера делали еще и ванна, такая вот, как вот эта кухня у нее. Можно себе представить? Там и машинка, там и гладильная, там и такая, два туалета. Валюшка, если вот так разобраться, кухня, я бы не сказала, это тут восемь метров. Она маленькая. Нет, но она и небольшая. Надеюсь, сейчас современный, в 14-16 квадратов. Но ты видишь, тут столько всего настаивно. Она квадратная, может быть. Я когда зашла, удивилась, что такой огромный холодильник. Но здесь не было стола и стулья вот это я купила. Все остальное, ну, эту купила, микроволновку. А остальное, как бы все было. Да я много чего докупила, как говорится. Но хочу сказать, когда я глянула, думаю, как объем, вот так продуман дизайнером. А ты видишь, у меня вся мебель в зале, вот такая узюсенькая. А все влезает, все. У меня даже свободные щуполки есть. Вот так, что такое, значит, человек своего дела, профессионал. Знает, как все это, ну, скомпоновать, то есть, понимаешь, как. И вот он предусмотрел ему, балкон ему закрыл, утеплил. Я его не закрываю. Он как продолжение зала. Как продолжение, да. Да, получается, как продолжение зала. Все, пюрешка готова, а вареньки сейчас. Хотела зажарить луком, перебьемся, хорошо? Да. А что, мы приехали раньше чуть-чуть? Ну, не, нормально. Не, вы не приехали раньше, просто ты, ну, немножко надо было мне... А нормально, давай поможем. Чего помогать? Ну, положим в эту кастрюлю вареньки. Нет, ничего, ну, единственное, по сметанке нема для картошки. Но, ничего страшного, есть это, сливочное масло. Да, сегодня была передача, и каждый утром надо кушать масло, либо тебе. Да, да. По всем надо. Значит, легкие, для легких. Это покрытый жиром, жировой с легкой. И когда ее не... Вот уже тренили. Она пряное масло. Столовая ложка, чай, чай. А дай попробую, я отсюда. Ну, это аренитная, да? Да. Ну, вот это же там. Валя, я только погляну, закрою глаза и пойму, что оно качественное, а что не качественное. Я тебе вот сразу, ты зашваке, я тебе еще хочется скажу. Ну, потом. Хотите выпить, откроем коньяк. Ну, вообще, я два дня с давлением. Будьте коньяк. Одну ложку выпью. Ну, откроем коньяк. Не надо открывать. Нет, потому что не закрыто. Ну, ничего страшного. Не надо чего-то. Его сын привез, почему его не открыть? Почему не открыть? А кому она ее еще откроет? У нее здесь вообще в Черкассах, друзья. Ну, сын приехал, уехал на машине. А вы же не выпьем ее. Передать мне еще. Смотри. Ого. Ого. Передать. Выпьем за мою хату, за наше здоровье, девчата. Что не выпить? Давай, я тебе трошки. Ну, давай, попробуй. Я расскажу, что я делаю. Ой, что? Почему я стала худеть? Слушай, ну, нормально. Прям вообще даже не такой, как рыбий жир или там что-то такое. А что конопляное масло будет? Как оно вкусное. Слушай, оно вкусное. Это первое, что для жидкости между суставов. Понимаешь? Это мы уже... Вкусное. Прям сухое, усыхает, убирается в нашем возрасте. Вот конопляное масло это основа. Ну, мы же с тобой конопляный шпил и только это, как оно называют, очищенное. А это, слушай, так вкусное. Надо его выпить. Так, выпить жрательно. Я болтаю еще во рту его немножечко. А ты мне пол чайной ложки дала, там ничего болтали. Давай налю столовую. Не хочу. А елки-палки. Вот хорошо, что я не на своей машине. Открывается. 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 Чего это она не делается? Я почему не против, потому что если я приеду на машине, то, конечно, я же не буду. А так ложку можно попробовать. Так, положите камеру и откройте ходьяк. Хорошо. Так, все готово, да? Девочки, я рада видеть у себя, у вас в доме. И хочу вам сказать. В этой жизни самое главное только здоровье. Здоровому человеку приходит удача, любовь, успех. К нему приближаются хорошие люди. Когда человек здоров. Когда у него какие-то проблемы, ему никто не интересен. А так как мы девочки молодые, красивые, необыкновенные, здоровые. Поэтому давайте радоваться и благодарить каждый день Бога за то, что мы есть в этом мире, в этом пространстве. Сейчас. Жизнь это мгновение. Давайте мы проживем это мгновение чудесно. Я вас всех люблю и желаю вам здоровья. Я половинку наливаю, договорились. Да, чуть-чуть. Мне не жалко, но был глоток и удача плевать. Любочка, ты нас сняла таких красивых и необыкновенных. Я рада, что вы не против, так сказать, ну не то что попозировать, а просто открыть свою радость, свое вот это настроение. Может быть даже для тех людей, которым сейчас грустно, которые часто бывают, и мы часто бываем, особенно вот мы с Валентиной, мы потеряли в этом году своих мужей. Нам, естественно, очень тяжело. Другое дело, конечно, Люба, в нее муж живой, хотя и не с ней уже. Полковник третий раз жениться. Третий раз уже живет. И она желает. Я ему желаю только большого здоровья, потому что он прекрасный человек. Я с ним прожила 26 лет. Это чудесный человек, но с такими, как говорится, с темными силами забрали его. Ну да, бывает и такое. Ну забрал, уже помер. Уже другие забрали. Уже другие забрали. А я живая, здоровая, красивая, необыкновенная. И он один. А он один. Там женщина женилась на нем, чтобы только получить его полковничью пенсию, которую Люба сделала. Которую Люба? Которую Люба сделала. Так, а мне Бог дает только здоровья. Все, я вас люблю, садимся. Ну да. Ну все, девочки, за нас. Я желаю вам здоровья, крепкого, крепчайшего. Спасибо. Черкасса необыкновенный город. Я приехала сюда из Крыма, из Крыма. Прожила там основную часть своей жизни. Хоть сама киевлянка. Ну так, судьба такая. Муж супруг был военный. И пришлось, как говорится, прожить большую часть своей жизни в Крыму. Ну, человек, такая сволочь, как говорится, дело привычки. Я там работала, дети, сын у меня там, дочка родилась. Я на такой работе сложной работала, большим руководителем. Человек привыкает к тому месту, где он находится. И даже, наверное, я бы, может быть, и не уехала из Крыма. Но сложились так обстоятельства, что пришлось его покинуть. Ну, я на данный момент вообще счастлива, что я в Черкассах. Ну, мы и приемли. Да, я даже говорю. Да, говорю. И вот за эти два года мне всегда задают вопрос. Один и тот же. Люди с России, люди с Крыма. У меня там очень много приятелей, друзей, с кем я работала. И все задают такой вопрос. Люба, ты не жалеешь то, что ты переехала, вот, проживши 40 лет Крыму, и ты переехала. У тебя шикарная квартира была. Вот, и столько у тебя все знакомых. Все, парикмахерская, стоматолог, гинеколог. Все, как говорится, все схвачено, все это при делах. А я говорю, понимаете, я такого плана человек, оптимист, во-первых, по жизни. Я себе поставила цель и сказала, я куплю себе квартиру в городе Черкассах. И это будет то место, где мне будет хорошо. То есть я буду себя чувствовать комфортно. А вот. И за эти два года я вам хочу сказать, что такие изменения произошли в городе. Ну, река течет, жизнь меняется. Люди рождаются и уходят из этой жизни. Вот. И все движется. И в городе столько прекрасных изменений. Возле дома торговли, драмтеатра, возле... Такой прекрасный парк сделали. А у меня с Киева приехал сын в апреле. Ну, вот тут для таких, как говорится, у меня мелочи решить в квартире. Люстру повесить, что-то изменить, там варить немножко, что-то сделать. Вот. И мы ехали утром в эпицентр. И едем, я говорю, а апрель, трава кругом, и мы ехали частным сектором. Здесь вы ехали с мытницей и ехали через твое место там, Люба, по твоей шоссе твоему. И я говорю, Алексей, вот посмотри, сынок, какой город чистый. Травка начала, говорю, уже вылезла. Ты где-нибудь одну бумажку видишь? Я говорю, у меня такое восхищение, что я говорю, вот у дочери была во Франции. И единственное, что мне там понравилось, знаешь, что, Франция, Украина, это место. Это, как говорится, где человек живет. Но у них мне только понравилось что? Понравились очень дороги и понравилась чистота. Чистота. Так я говорю, ты знаешь, сынок, наши черкассы, они у меня не хуже. Чисто идеально. Хотя бы народ только немножко поменялся. Вот. Валя, давайте я вам скажу. Как только 15-го числа объявили в нашей стране, в Украине, что у нас закрывается все. И такая проблема коронавирус. Коронавирус. Я выключила сразу телевизор. И вот эти два года, в марте месяце, будет ровно два года. Я его совершенно не высмотрю. Знаете, читая книгу или смотря телевизор, нужно оттуда понять зерно и вытащить суть. Суть. А все остальное берегерда. Мы каждый человек на этой планете имеем свою основу. Мы приходим в жизнь, чтобы выполнить какую-то миссию. Понимаете, что-то сделать. Понимаете, кто-то уходит, только родился и уходит, кто-то в год, кто-то в пять лет, кто-то проживает двадцать лет. И родители страшно плачут, что сын или дочь ушли из этой жизни. А они выполнили свою миссию. А давайте будем говорить о ветеранах. Люди прошли ужасную войну, гнили в окопах, замерзали. Как говорится, их убивали. Столько ранений. И очень многие еще до сих пор живы. То есть это... А чернобыльские тоже живы. Да, сила духа, характер. Понимаете, как говорится, они шли со штыком. За родину шли. Понимаете? А сейчас спроси на улице молодежи. Многие даже не знают, что такое была Великая Отечественная война. Не знаю... Сейчас своя война. Да, такого слова. Не знают, кто такой Пушкин. Не знают, кто-то... Или вот задали девочке вопрос. Скажите, пожалуйста, какое у Льва Николаевича звали как его папу? У Толстого Льва Николаевича как звали папу? У девочка взросленькая, лет 18-20. Она стоит и не знает, что такое Великая Отечественная война. Потому что они привыкли. А он ей сказал, у Льва Николаевича. Ну зовут-то папу Николай. Ну, рекламировать не было. Баночку. Французская баночка. А чай с добавками украинских трав. Да. Ну, вкусный. Вкусный. Да. А там он гранулированный? Не тайный. Ага, как чай. Угу. Ну, она мне второй раз уже привозит. Ну, зато настоящая черная смородина с этим сахаром. С медом натуральным. И с медом натуральным. Нет, смородина с сахаром, а мед натуральный. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok